Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рабочие места у вас появятся, если вы, я не знаю, откроете контору, которая будет перерабатывать людей в колбасу. Понимаете, это тоже будут рабочие места. Но, тем не менее, это будет людоедское предприятие. Да, то же самое... В концлагере наверняка были рабочие места. Совершенно верно, в концлагере нужны рабочие места, охранники, может кто-то убирать должен, в конце концов, готовить даже ту пищу, от которой с голода умирают. Это тоже рабочие места. Поэтому аргумент это абсолютно лукавый и здесь совершенно неприменимый. Более того, нужно понимать, что если бы все это находилось под, во-первых, государственной собственностью, а во-вторых, под плановым управлением, то с рабочими местами ситуация была бы гораздо лучше. Потому что, во-первых, были бы возможности по расширению производства, во-вторых, люди бы чувствовали уверены в завтрашнем дне. И в этом отношении, естественно, передача под внешнее управление важных отраслей целых, а это фактически целая отрасль нашей экономики, это лишь только исключительно вопросы сохранения олигархии своих капиталов. Потому что того же самого Дерибаска просто поставили в ситуацию, когда либо у тебя отберут все, останешься, извините, с голым задом, либо вот часть ты сохранишь, но управлением уже заниматься не будешь. Но, кстати, все равно тоже здорово пощипали. Разумеется. То есть фактически его, понимаете, по принципу, либо сохранишь чуть-чуть, либо вообще потеряешь все. Ну, естественно, он выбрал наименьшую из зол. Поэтому в этом отношении, в общем-то, нужно просто понимать общую ситуацию. Потому что страна находится в зависимом и уязвимом положении. Наши западные коллеги этим с удовольствием пользуются. И я думаю, что случай с Дерибаской это только первая ласточка. Точнее, одна из первых. Нужно понимать, что в Совете директоров Роснефти, собственно, уже давно иностранцы правят бал. И, видимо, американцы, европейцы будут прицеливаться на то, чтобы и остальные ключевые отрасли потихонечку прибирать к рукам. И уже не опосредованно, а прямо управлять ими самостоятельно. Дмитрий Анатольевич, фактически получается приватизация. Мы еще об этом в 90-х годах говорили. Что такое приватизация? Это передача общенародной собственности под контроль западному капиталу. Наши как посредники поддержат какое-то время, потом у них все равно отнимут. Естественно, потому что наш капитал заведомо моложе, меньше, слабее, просто ничего не умеет. Да, хотя бы и поэтому. Но я хотел бы добавить еще одну вещь. Когда это начиналось в 90-е годы, здесь все люди уже не молодые, все это помнят. Что нам говорили? Приватизация – это повышение эффективности. Частный хозяин сделает более эффективную экономику. Ни разу за эти годы ни одного исследования, вот здесь уважаемые экономисты, может быть, они меня поправят, я не видел, где кто-то мерил эту эффективность в российских условиях. Кто-то, кто сказал, да, частная собственность эффективнее или нет. Я уж не говорю о том, что в условиях крупных производств разницы-то нет в принципе. То есть, если есть разница, то не в положительную сторону частной собственности. Потому что никакого собственника, который там следит за каждым шагом на уровне крупного производства, просто не может быть. Он должен состоять из тысячи таких же, склонироваться. Поэтому изначально, обман был в самом начале. Когда нам сказали, вот мы приватизируем, экономика разовьется. Мы приватизируем энергетическую и промышленные старифы, упадут. Кто это говорит? Это же говорилось. И любая попытка с этим бороться, помните господина Кудрявого, который там пытался что-то говорить, где-то выступать, где он умер. Вот, понимаете, это изначально была политика, рассчитанная на приватизацию по карманам. Примежуточным наш бизнес был не только в силу слабости, а в силу того, что он шел не к обладанию экономикой, он шел к обладанию деньгами. И желая обладать деньгами, как можно обладать деньгами? Продать. Не обязательно само предприятие. Может быть, акции. Может быть, какие-то права. Сейчас, слава богу. Но сейчас тоже немножко другая технология. Просто, вот если взять того же Дерипаску, я не хочу за него заступаться. Но у него просто, сейчас есть такое модное словечко, отжали. Ну, а как? Вас предупреждали, я говорю о бизнесменах. Ребята, что никто вас там не ждет. Вот, говорил коллега очень правильно о зависимой позиции. Те, кто сейчас берет под контроль нашу экономику, им наша экономика не нужна. Они не собираются сохранять предприятие. Зачем? Им нужно сырье и только сырье. У них перепроизводство. За какой дьявол им еще и наши заводы. Им нужно, чтобы этих заводов не было. Чтобы они работали как боковое нечто. Евгений Юрьевич, но вот мы говорим много, не мы даже, а президент говорит много. Мы тоже поддерживаем данный случай. Говорим о безопасности, о том, что мы находимся в кольце фронтов, о том, что от наших партнеров можно ожидать чего угодно. И при этом, когда фактически происходит передача под контроль целой отрасли промышленности, никто, кроме коммунистов, особо и не выступает. Кстати, множество экспертов выступает, но не так, в СМИ. А где Совет Безопасности? Где Государственная Дума в целом? Где озабоченность президента? Как будто так и надо. Ну, в принципе, я не совсем с вами согласен. Хотя бы потому, что после запланированного сноса нашей страны разговаривать о передаче собственности сейчас уже бессмысленно. Сейчас идут разборки между своими. Демократы с республиканцами борются за контроль за российскими ресурсами. И российская политика, у меня складывается устойчивое впечатление, из этого и состоит. Это поле для серьезных разборок серьезных людей на нашей территории. И нельзя сказать, что у Дерипаски или еще у кого-то что-то отжали. У них это изначально нет. Есть понятие собственности, разложилось уже до того, что существует официально в правовом поле понятие титульный собственник и конечный бенефициар. Это понятие логические, это означает сущность фейковую. То есть они выглядят не так, чем являются на самом деле. Я вспомнил зецпредседателя Фунта, он немножко другие выполнял обязанности. Можно обнять у господина Фунта контору рога и копыт. Он не, как вам сказать, юридически, да, очень красиво может целый процесс устроить. А реально без Остапа Бендера разговор об этой конторе пустой. Георгий Николаевич, ну а вот как обстоит дело в других отраслях промышленности? Вот мы сейчас наглядно видели на примере алюминия. Но я думаю, что сходная технология применяется уже или будет применяться, наверное, и к другим отраслям. Ведь у нас множество, что сейчас предприятия находятся под санкциями. Вот пример приведу. Хотят сделать, допустим, военную промышленность частной, а она почти вся под санкциями. Ее что, тоже будут передавать в управление американцам? Вы знаете, вот этот процесс, о котором вот уже сейчас рассказали коллеги, ведь он начался примерно 10 месяцев тому назад. Ну, если так точно говоря, 6 апреля были опубликованы, обнародованы вот эти персональные санкции. И под санкциями, конечно, оказался не только Дерипаска, хотя он первый, и к нему были особые, как говорится, внимания. Но там были и другие большие миллиардеры тоже названы, как Вексельберг, Мардашов и так далее. Вот. Это вообще, несмотря на то, что вот мы так говорим, как будто это такое явление, ну, рядовое и закономерное, но это экстраординарное вообще явление. Ведь, по сути дела, на наших глазах среди бела дня идет рейдерский захват наших стратегических активов. Именно так, да. И мне, конечно, представляется, что Дерипаска – это только начало. Беда в этом. А потом за ним последуют и другие тоже. Ведь в чем дело здесь? Значит, санкции, вот случай с Дерипаской, что ему запрещается, значит, ему было запрещено в апреле месяце, продавать уже алюминий на рынке. Ну, и другие запреты. Сразу он прилетел туда. Ему так ничего особо не обещали. Но когда он вернулся, то там стал очень активно действовать Грегори Баркер. Английский лорд, которого он, Дерипаска, пригласил в свой совет директоров в качестве одного из руководителей, одного из сопредседателей. Так тот сразу же, значит, затеял, что? Затеял сдачу активов. И, по сути дела, этот человек поставил Дерипаску перед фактом. Все, я уже все сделал, я согласовал, так сказать, условия передачи этих активов в Великобритании и США. Он сам, Баркер, до этого был министром энергетики в Великобритании. Вот. Кого еще приглашал в свой директорат Дерипаска? Ротшильда, Натаниэль Ротшильд. Он тоже занял такие же посты, как этот, то есть руководящие посты. Логика какая? Вот я немножко здесь отвлекусь. Ведь все началось с чего? Просто это важно. Началось ведь с чего? Когда в 90-х годах были, значит, различные варианты приватизации государственной собственности, то Ельцин, значит, как это объяснял, что вот он пошел по той линии? Что я не хочу, чтобы иностранцы завладели собственностью. Лучше отдать своим, близким, нашим, пусть они, так сказать, работают. И получилось, что за бесценок они получили вот это. Теперь второй акт этой пьесы, драмы, что теперь уже те активы, которые они получили тогда за бесценок, эти активы теперь в результате войны экономической Запада с нами, они с помощью санкций вот этих угроз начинают переходить уже англичанам, англосаксам. Вот вам, пожалуйста, такая закрутилась картина, понимаете? И вот это, конечно, очень драматический момент. Ведь, по сути дела, вот смотрите, в послании федеральном говорится о том, что мы действительно должны, так сказать, давать ответ вот этим проискам империи и так далее, и так далее. Но у нас наша земля уходит из-под ног. Что такое алюминий? Это же, понимаете, все. Это же, так сказать, и военная промышленность, это же все, понимаете? Но есть такое выражение «кроватый металл». И я вам хочу сказать, отвечая на ваш вопрос, что, конечно, за этим последуют следующие шаги. И мы пропустили момент важнейший сейчас. Вот надо было воспользоваться в апреле месяце, когда это случилось, и национализировать эту промышленность. Мы это опустили. Но сейчас еще не поздно сделать это так, чтобы другие активы не перешли туда. Денис Андреевич, а вот если поставить вопрос совсем в общем виде, кому принадлежит сейчас Россия? Ведь мы видим, вот с алюминием более-менее понятно. В Роснефти, действительно, в Совете директоров иностранцев, все торговые сети, практически начинаешь разбираться, они непонятно чьи. Когда в Домодедово, помните, случился теракт, стали искать собственника, собственник непонятно кто. И получается, что вся Россия, по факту, она уже, как это говорили, Россия продана. Ну тут, да, надо просто разделять, что такое юридическая принадлежность и фактическая. Потому что юридически, действительно, многие предприятия, в том числе крупные, для аэропортов международных, могут быть зарегистрированы хоть на Каймановых островах. Да, многие формально находятся в руках российских собственников, но, тем не менее, работают в значительно мере на иностранные интересы. Это тоже существует. Если в самом общем виде отвечать на этот вопрос, конечно, он принадлежит классу капитала. Причем капиталу не только и не столько отечественному, скорее в его такой компрадорской международной ипостаси. То есть, это, по большому счету, наши буржуи, это просто менеджеры по продаже природных ресурсов за рубеж. Да, они имеют с этого свою долю и, в общем-то, прекрасно себя чувствуют. Другой вопрос, что сейчас ситуация поворачивается таким образом, что они, оказывается, не шибко-то и нужны мощному иностранному бизнесу, который, действительно, гораздо опытнее, хитрее и могущественнее, чем наша отечественная буржуазия. И иностранная олигархия, финансовая и промышленная в состоянии решать свои вопросы через свои советы директоров, через своих акционеров, через тех людей, которые, в общем-то, не испытывают никакой потребности в наличии посредника в виде какого-то российского олигарха. Поэтому в этом и опасность всей ситуации. Мы понимаем, что сейчас, действительно, правильно сказано, по факту земля уходит из-под ног. Экономика и так-то не была под контролем государства. Но если своему буржую при необходимости можно хотя бы пригрозить и что-то заставить его делать, то иностранный капитал не будет никого слушать. Помните, за что арестовали Ходорковского? Когда он пытался продать 30% акций американскому «Шеврону». А сейчас этим занимаются уже фактически на государственном уровне. Ведь так? Да, да. И поэтому проблемы, на самом деле, здесь гораздо глубже. Нужно понимать, что те же самые вещи, которые, допустим, прозвучали в послании, как правильные вещи. Давайте поддержим решение демографических вопросов. Давайте заниматься вопросами создания хороших условий для функционирования бизнеса. Ну и много-много-много еще всего хорошего. Но все это пустые декларации на фоне того, что реально происходит в экономике. Если ее у вас отбирают, и вы не готовы проявить политическую волю в том, чтобы национализировать предприятие, а это единственная мера, которая сейчас способна была бы обеспечить экономическую безопасность. Защитная, единственная защитная мера, да. То все остальные разговоры – это просто бессмысленница, которая останется благими пожеланиями на бумаге. В этом ключевая проблема. Правильно ли я понимаю, что Дерипаска попал первым под санкции не потому, что он так не понравился американцам, а потому, что алюминиевая промышленность имеет прямое отношение к оборонке? И потому, и потому. Конечно, в первую очередь, потребность в алюминии. Наши контрсанкции с намеком на титан многому американцев научили. Но, конечно, Дерипаска еще удобный объект. Мне приходилось, извините, в американской программе участвовать, обсуждать не сейчас, а еще месяцев 8 назад эту тему. И там вся логика передачи была о том, чтобы оценить Дерипаску как личность. Не компанию, а человека. Вот он такой плохой, поэтому надо у него все отобрать. Ну, а грубо говоря, чем он хуже других? Даже не будем это разбирать. С их точки зрения удобнее было именно его сейчас. Он считается близким к Кремлю. Не только. Так они все близки к Кремлю. Его юность, его женитьба. Этапы его большого пути, они с американской точки зрения. Кстати, Лорду тоже досталось от американцев. Так что тут все могут. Ну, а тогда на ваш взгляд. Ведь все, в принципе, вот все эти олигархи, они прошли примерно один путь. Они сходного уровня образования, сходного социального происхождения. Вот на ваш взгляд, при подобных условиях, многие ли из них готовы последовать примеру? А куда они денутся с подводной лодки? Ну, мало ли, патриоты, может быть. Патриоты, патриоты. А если все придется отдать? Какая тебе уже? Будучи действительно патриотически настроенным. Если у тебя ничего не будет, как ты будешь защищать какую-то позицию? Ведь здесь еще есть один аспект, который для нас очевиден, но который, наверное, надо поговорить. Это история самой собственности. В чем еще сильнее западный бизнес? Он говорит, ребята, этот завод принадлежал моей семье 300 лет. Документы покажите, что это вам принадлежало много лет. Покажите основание, на которое вы приватизировали это. Вы его можете показать? Почему у нас вообще рейдерство очень развито? Именно поэтому. Потому что наш капитал неизвестно, откуда пришел. Я так понимаю, знаете, никто в глубине души не считает эту собственность истинно своей. Надо ее подержать, пока не отняли. Да, понимаете? И здесь еще один аспект. Вот вы очень важную вещь сказали вскользь. Это военная промышленность. В сегодняшней ситуации, очевидно, начинается новая гонка вооружения. Советский Союз смог удержаться в этой гонке, будучи меньше по экономике, чем Соединенные Штаты. Находясь в гораздо более тяжелых условиях. Именно из-за государственной собственности. Потому что мы концентрировали усилия. Ведь американцы же не верили. Не то, что мы атомную бомбу создадим так быстро. Уж про космос даже разговоров не было. Это был шок. Почему? Потому что они думали, что у нас экономика в логике. То есть они понимают, что она другая. Но логика у них была такая, что она такая же, как у них. Что мы будем делать вот это, вот это. А потом 15-м шагом там будут ракеты, самолеты и все остальное. Мы шли другим путем. Но это возможно только при государственной собственности. Даже если сейчас приватизация оборонной промышленности произойдет, и она не попадет на Запад. Представим себе такую фантастическую историю. Она все равно развалится. По очень простой причине. Частная собственность должна приносить прибыль. Если в военный бюджет России будет вложена прибыль производителя, серьезно, его у нас ни на что не хватит. У нас экономика меньше. Мы просто не выдержим этой гонки при наличии частной собственности. Более того, если эта гонка продлится больше очень короткого срока типа полгода-год, вообще встает вопрос об организации общества. Потому что с рыночной экономикой в этой гонке участвовать мы с нашими мощностями просто не можем. Кстати, я тут прочитал на днях про МС-21, любимую игрушку нынешних властей. Говорят, что санкции так его удорожают, что теперь производить его невыгодно. И может быть этот проект вообще будет закрыт. На него же потратили, как на несколько олимпиад. Евгений Юрьевич, а вот на Ваш взгляд, могла ли в 90-е годы собственность попасть к неким более эффективным собственникам, к каким-то патриотическим собственникам? Даже говорили, что надо было приватизировать ее не между бандитами, а между народом. Честными людьми. Да, честными людьми. Или все равно объективно у этих честных людей потом бы, ну может быть, чуть медленнее отняли? Вопрос целеполагания. Буквально пару слов общего характера. Советский Союз, чем отличался от Российской империи? Советский Союз – сверхдержава. Критерии сверхдержавы – это способность воевать один на один с любым другим государством или ее объединением на планете. Советский Союз это доказал, это зафиксировано, извините, в уставе ООН, до сих пор действующем. Снос Советского Союза – это плановое мероприятие. И, соответственно, с этого момента говорить о том, кому конкретно будет принадлежать то или иное хозяйство, этот разговор лишен смысла. Вопрос решили заранее. И сейчас вопрос вторичного, третичного и четвертичного передела – это вопрос уже их. Сделку в городе Черномырдин заключали не вчера, а тогда. И те же самые соглашения были тогда по всем отраслям, кроме гарантии личной безопасности. Проблема гарантии личной безопасности в том, что они, во-первых, персональные, а во-вторых, временные. И основная проблема нынешней корпорации во власти – это бессубъектность. Советский Союз был субъектом переговоров. Да, он был слабее. Насколько я помню, в 50-х годах Америка составляла 52% мирового промышленного производства, а СССР, дай бог, 15%. Что совершенно не мешало им разговаривать как равных. А в момент разрушения уже была немножко другая пропорция. Должен нижайше заметить, что ООН, если рассматривать планету как корпорацию, как акционерную обществу, он очень похож на наблюдательный совет, где Советский Союз имел блокирующий пакет акций. Вот помните там распределение, право вето и все такое. Это как раз очень похоже на чисто коммерческий механизм блокирующего пакета. Мы этот пакет продали, а проблема с продажей в том, что пока у тебя ресурс есть, приносящий что-то, например, политическую выгоду, если ты его продал, этот станок для производства денег, он уже чужой. Его можно продать только один раз. Правильно. А с ним уходит субъектность. А что такое субъектность? Это возможность вести переговоры. Ведь любая драка, что уличная, что мировая война, заканчивается переговорами. Условия переговоров – это равный статус субъектов. Этот статус утрачен. И сейчас вопрос, куда и кому что передадут – вопрос технический. Посмотрите, что сейчас происходит в этом плане в мире. Запад, я имею в виду как тоже своего рода корпорацию, в тестовом режиме отработал по разным категориям наших серьезных людей возможность их поставить в то или иное стойло. Попробовали на физическом лице, попробовали на сенаторе, отработали на олигархе. Дело не в том, что их собирались раздеть сразу. Нет. Проверить, как это работает. Вы как собираетесь делать массовое закрытие кого-то или не было, не проверив на кроликах? Ну и работает, оказывается. Оказывается, работает. И понимаете, дело не в том, что там отбили сенатора во Франции. Отбили. Цель не в том, чтобы его было там вот загнобить до конца. Цель в том, чтобы проверить, как работает механизм, как реагируют контрагенты на этот наезд. Георгий Николаевич, ну а вот на ваш взгляд, могла ли приватизация пройти по-другому? Ведь у нас очень часто даже в нашей патриотической прессе говорят, ну вот появится патриотический собственник, настоящий предприниматель, настоящий, как вот до революции, уж не знаю, где они были, там, купцы или кулаки, которые там были все сплошь верующие, все сплошь патриоты. Нет, это кичный кулак, это уже хорошо. Вы знаете, мне кажется так, что с самого начала, с самого начала, с самого начала это было глубочайшей ошибкой, та приватизация, которая у нас имела место. Или преступлением. Как говорится, преступление – это ошибка, это еще хуже, говорит, чем преступление – это ошибка. Но и то, и то было. Почему, я вам скажу. Ну вот смотрите, видите, вот Чубайс теперь, вот он теперь, видите, рассказывает такую вещь, что неважно, говорит, там продано было дешево или там что, это все ерунда, мы сделали главное. Мы вбили осиновый клин в могилу коммунизма, понимаете? Значит, задача была, задача была уничтожить коммунизм на первом месте. Вы понимаете, он говорит, он сегодня это говорит, он не стесняется. Минучку, я хочу одну вещь сказать. Вот смотрите, значит, мы немножко должны все-таки смотреть, а как в мире другие решали вопросы тех противоречий, которые образовались в позднем социализме. Возьмите Китай, они были еще ниже нас. Они тоже сделали реформы, причем начали их делать на 12 лет раньше, чем мы. Так что они раздраконили общественную собственность, государственную собственность. Вот сейчас они идут впереди планеты всей, сейчас. Так они как сделали? Они не трогали, понимаете, эти стратегические сферы, эти заводы алюминиевые, металлургические, норильские, никели, прочее, прочее. Это все оставалось в начале. В общественной собственности, с государственной собственности. Они потихонечку начали с сельского хозяйства и потихонечку-потихонечку с торговли. И когда это дело шло, лишь через несколько лет, как они выразились, решили потрогать тигра за хвост. То есть они реформировали какую-то промышленность. Но и сегодня у них основные сферы находятся в руках государства. И у них нет проблем. У них осталось плановое хозяйство. Всеми вот этими богатствами они владеют сегодня. Но капитализм у них тоже имеется. И он плодоносит. У них капитализм все-таки начался с чего? Что люди начали, так сказать, создавать что-то созидательное. А у нас присосались к общественной собственности паразиты, спекулянты, бандиты и криминал. И все это перешло к этим людям, понимаете? И сегодня вот так говорить, что мы не можем корректировать результаты приватизации. Вот не корректируйте и получите дерипаску, завтра вы получите потери других отраслей. Вы понимаете, в чем дело? Вот в чем получилось дело. Ведь речь идет о чем? Что нам надо действительно подумать, что мы сделали эти ошибки. Это создалась особая система, которая неэффективна абсолютно, спекулятивна, паразитична и компрадорски. Она же уходит все оттуда. Но они этого не признают даже. Я вот хотел еще два конкретных вещей. Две маленькие конкретные вещей. Вот приватизация этого Чубайса. Вот сейчас назначены новые директора у дерипаски. Дерипаска в стороне находится уже, ему туда нельзя. Назначены новые директора. Из 14-8 это значит Великобритания, Англия и так далее. Кто это люди? Кое-что, как будто немножко связанное с Россией. Один из них Николас Йордан. Брат Бориса Йордана, который друг Чубайса был. И который, который, послушайте внимательно, который приобрел 17 миллионов ваучеров. Каждый восьмой ваучер сел в карман этого Йордана. Это вот этот человек. Его брат Лемон, вот этот Николас. Лемон Бразес и прочее, и прочее. Сегодня он у руля. Вы знаете, кто он, так сказать? Вот Бахер является председателем совета директоров. ЕН плюс. Это головной холдинг этой компании. А этот человек тоже, значит, находится сейчас в новом совете директоров, который будет управлять алюминием. Но это, понимаете, люди, которые представляют собой Уолл-стрит. И худшие, так сказать, его крылья, которые разрывали, как хищники, так сказать, нашу экономику. Вот они сейчас находятся у руля ЕН-групп, алюминия и энергоевро, там, другого концерна, который энергетикой, понимаете, заправляет. Вот такое безобразие произошло. И вы правильно обратили внимание, что никто даже ничего не говорит. Кое-кто говорят. Кое-кто в Кремле говорит, что, ну что же, они, так сказать, выкрутился он так. Надо ему, так сказать, сказать, что хорошо, все будет хорошо, понимаете, и прочее, и прочее. И люди, и люди тоже так считают, что ничего не происходит. 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 И происходит исключительно драматическая вещь. Денис Андреевич, но процесс приватизации, он нисколько не останавливается. И вот сейчас уже ходят разговоры, они то затихают, то опять начинаются о том, что надо приватизировать гуппы, муппы. И фактически всю сферу жизнеобеспечения отдать в руки частнику. Она попадет в лучшем случае, она попадет человеку, который будет настроен только на прибыль. А в худшем случае, опять же, нашим партнерам зарубежным, которые будут заинтересованы, чтобы нас держать вот так вот. Нет, он надеется на то, что все-таки появится вдруг неожиданно, да, какой-то хороший собственник, безусловно, не стоит. Но он все равно будет из нас последний. Это не потому, что люди плохие, да, там даже наши, которые могли бы этим заниматься, между прочим, совершенно искренне. Это не просто потому, что сама логика возникновения частной собственности в той или иной сфере подталкивает людей к борьбе за то, чтобы обеспечить максимум прибыли, что в свою очередь абсолютно не равно хорошему производству, качественным услугам, ну или жизнеобеспечению населения на должном уровне. Они не о населении думают, а о прибыли. Безусловно, только о кошельке, о кармане, да. И здесь самое-то главное может быть даже то, что вот действительно так относительно подспудно, то есть пока это не вышло, ну вот на ту широту общественного обсуждения, которое должно было быть, да, сейчас у нас финальная добивающая волна приватизации наметилась, и ее совершенно активно проталкивают абсолютно конкретные люди в правительстве, да, его экономический блок. Они ратуют за это, они являются авторами этого законопроекта, который действительно, ну то выносят, то вроде как еще надо немного подумать. Я убежден, что они доведут это до конца. Все необходимые рычаги и инструменты у них для этого есть. Правительство под контролем этих людей, думское большинство в виде Единой России под контролем этих людей, да, президент согласится с этим, как согласился с пенсионной реформой. Это совершенно очевидно. И дальше мы получим очень простую вещь. Сейчас начался уже процесс, он уже идет, когда в условиях сокращения того, что можно было бы назвать кормовой базой, да, то есть все, объемов прибыли, таких, которые были в тучной, там, начало двухтысячных, да, середину, нету больше этих объемов, да, а жить хочется на широкую ногу и дальше чувствовать себя хозяевами жизни. У них это больше не получается, я говорю о российской олигархии. И в этих условиях обостряется борьба за то, что остается. И понятное дело, что для них одним из выходов является возможность паразитировать на именно том, что связано с каждодневной непосредственно жизнью населения. На том, без чего люди жить не могут. Это та же самая, в первую очередь, сфера жилищно-коммунального хозяйства. Это тот же самый мусор, да, создание сейчас вот этого мусорной реформы, так называемой. Да, это по большому счету лишь один большой способ создать дополнительные деньги. Ничего больше. Да, вот сейчас президентом была поставлена задача до 60% увеличить переработку. Ну, я посмотрю, как эти люди будут ее увеличивать, да, с нынешним. Причем те же самые, как он сказал, мурные люди. Не имея вообще ни малейшего, ни подхода, ни желания, ни программы это делать, я посмотрю, как они будут это реализовать. Я уверен, ничего не получится. Просто потому, что некому и незачем этим заниматься. Надо деньги стричь этим людям, а не организовывать серьезную переработку. И так во всех остальных сферах. Поэтому нужно понимать, что сейчас просто идет выкачивание последнего из того, что еще можно вытащить из кармана населения. Что за этим последует? Ну, только, наверное, социальный взрыв. Потому что я иных последствий не люблю. Я тоже хотел сказать, что у населения где-то есть запас прочности. Дмитрий Анатольевич, вот либералы, и в частности Алексей Кудрин, они наоборот говорят, что доходы от приватизации госимущества упали, что государство чрезмерно присутствует в экономике, необходимо проводить эту приватизацию, снижать роль государства, получать доходы от приватизации. Вот что вы об этом думаете? Понимаете, здесь какая-то очень сложная и нелогичная формулировка. Если доходы от приватизации падают, то зачем проводить приватизацию? Чтобы еще что-нибудь дешево продать. Понимаете, ведь доходы, да, у вас некое, ну так скажем, производство, да, производство приватизации. У вас КПД падает. Вы что, будете наращивать объемы? Ну, это сумасшедший дом просто. Они, понимаете, что касается, забыв о вот этих доходах, которые падают, да, непонятно откуда. Может быть, потому что доллар дорожал. Может, поэтому они падают. Сама приватизация. А что мы, собственно, уже будем приватизировать? Так, госкомпания. Причем он предлагает как раз поставить на поток приватизацию госкомпаний. Ну, понятно. Их осталось там некоторое количество, можно уже последнее. Это в каком-то смысле, с кудринской точки зрения, это логично. Потому что коллега вот очень правильно сказал. Задача-то политическая, не экономическая. Да? Задача была политическая. Чубайси тогда это говорил прямо. Мы не занимаемся экономикой, мы занимаемся политикой. Да? Другой вопрос, что сегодня, да, когда не хватает, вот как правильно коллега сказал, хочется, больше не остается источников, да? И они будут приватизировать, потому что система-то... Это же бронтозавр, да? Он большой, тяжелый, ему надо много есть, а голова маленькая. КПД низкая. Поэтому, чтобы бронтозавр выжил, нужно постоянно что-то жевать. А вот раз это все сжевали, будем жевать следующее. Правда, насчет крупных госкомпаний я не уверен, потому что там сидят свои руководители. И у них своя точка зрения на этот вопрос. Это, извините, их лужок. Они не ждут там никакого удара. Можно сказать, что они отчасти уже приватизированы. Да, в том-то и дело, что наши госкомпании же, они государственные в том смысле, что государство платит их убытки. И абсолютно частные, когда речь идет о доходах. Да, тут разделение очень четкое. Поэтому, может, и не приватизируют, потому что с точки зрения руководителей компаний, сегодняшняя ситуация лучше, чем частная. Потому что тогда ты из бюджета не будешь постоянно просить на ликвидацию убытков. Кстати, противники национализации в нашей стране говорят, что у нас и так практически все национализируют. Но, видимо, приватизировано само государство. Тут очень важно, да, вы практически хотел добавить, что государство другое. Вот, коллега говорил о Китае, государство другое. Даже если нашему государству принадлежать будет 100% всего, оно все равно все будет частное. Потому что вопрос управления остается. Потому что тот самый пулемет, который как ни складывай, все пулемет получается. Вы же правильно сказали. Когда люди считывают экономическую схему, они считают только одно. Как из этого выжить деньги? Естественно. А все, она целью не является. Сейчас, дорогие друзья, я вас хочу познакомить с результатами опроса, которые мы провели на нашем сайте. Вот такой вопрос поставили. Приватизация государственных активов в сегодняшней России это? Способ пополнения государственного бюджета 0%, создание стимулов для экономического развития 1%, подарок крупному капиталу 40% и стратегическое ослабление страны 59%. Евгений Юрьевич, как бы вы могли прокомментировать эти данные? Видите, стратегическое ослабление страны вырвало все-таки на первое место. Единственное, я бы объединил два последних пункта, я в них разницы не вижу. А это и то, и то, в общем. Да, вот. И то, 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 и то. В принципе, я все-таки... Так и первые два тоже можно объединить. Они, в принципе, четыре вопроса сводятся к двум. Двум, правильно. На ваш взгляд, если вот продолжение предыдущей темы... Я как раз и хотел сказать... Я спрошу, может быть, чуть-чуть. А вот государственные компании, на ваш взгляд, руководители этих государственных компаний, действительно все такие убежденные патриоты, которые будут стоять за государством, собственно, до последнего, или при определенных обстоятельствах, они с удовольствием все это приватизируют? И на тех же условиях. С административной, с общей научной, управленческой точки зрения, то, что сейчас происходит, это ликвидация лишних звеньев в цепи управления. У нас государство с самого начала 90-х, а точнее, с конца 80-х, чуть больше, чем полностью, под контролем крупного бизнеса. Крупный бизнес, как вы понимаете, он не национален. У него родины нет, не было и не будет. И госкомпании в этой системе – это промежуточное звено, носящее в основном пропагандистский характер, публичный, так сказать. Вот посмотрите, у нас сколько государства, 70% экономики у нас государства. Реально, это просто паразитные шестерни в этом механизме, потому что в любом случае целеполагание в госкепитализме – это все равно прибыль, а не интересы страны. И, соответственно, в этой системе эти уважаемые патриоты, значит, на руководящих должностях в крупных государственных корпорациях, а во всяких гупах и мупах в том числе, это просто посредники, которые выполняют какие-то функции, не имеющие экономического смысла. Экономический смысл – отжать и вывести. Они в этом смысле мешают. Они там создают какую-то движуху, они там создают какое-то впечатление. Мы вообще… У нас основная задача производства – это производить впечатление. Да, производить впечатление. Вот. Соответственно, здесь в связи с тем, что, значит, корову почти доели, соответственно, они жрут тот же ресурс. И, соответственно, зачем они нужны? То есть это реально в нынешней сложившейся системе управления лишнее звено. Они свою задачу выполнили. Это отработанная первая ступень этой ракеты в светлый наш вот этот самый космос. Георгий Николаевич, но вот посмотрите, американцы санкции собираются расширять. Под них попадут многие компании. Под них могут попасть и Сбербанк, там и ВЭП, Газпром, Роснефть. Может попасть там долг, операции госбанков и прочее. Как вы считаете, вот что нас ждет в этой сфере? Эти все компании тоже будут вот таким образом выходить из-под санкций? Я вот, да, я смотрю на Сбербанк. Он уже не работает в Крыму из-за опасения санкций. И мне кажется, если на эту организацию нажмут посильнее, то они, конечно, ну так мягко говоря, могут поступиться государственными интересами. Да, мне кажется, что здесь большая опасность то, что существует. И вот если вы говорите о Сбербанке, там большой процент капитала акционерного, он уже принадлежит иностранцам. Ну ведь, конечно, если можно покупать, если все открыто, то сильная сторона, почему Запад? Она покупает акции, так сказать, и тут ничего такого нет. Причем для них это не деньги даже. У многих, как уже вот говорили здесь коллеги, у многих в советах-директорах, значит, находятся, состоят очень влиятельные иностранцы. Ну вот, это представители крупнейшего капитала, так сказать. Поэтому что произойдет здесь? Конечно, видите, соотношение сил все решает. Все-таки как не велики состояния нашего крупного капитала, все равно западная олигархия и западный финансовый капитал, вот эти глобальные финансы сейчас. Сейчас время, когда доминирует в мире глобальный капитал. И, по сути дела, эти все учреждения наши, то, что вы перечислили, они являются младшими партнерами. Вот эта технология, которая была обкатана на Терипаске… Она будет продолжена. В этом-то и беда, что она будет продолжена. И я даже удивляюсь, знаете чему? Может ли она встретит какое-то сопротивление? Она никакого сопротивления, видите, у нас не вызывает даже и в средствах массовой информации. Холоп барону может в суп плюнуть. Я хочу сказать, что вы посмотрите. Но вот на ваших передачах об этом как-то говорилось. Но вот я смотрю и другие передачи. Кто-то что-то там вякнул о том, что вот опасная вещь происходит. Ну, это же событие, понимаете, за которым обязательно пойдут другие события. Чем, так сказать, лучше положение у норильского никеля? Ну, хорошо, Терипаска им там, так сказать, не понравился. Тут момент еще такой был, что им показалось, что Терипаска, так сказать, как бы там участвовал через кого-то, которые были с ним связаны. Пытался, значит, повлиять якобы на выборы. И они вот это, так сказать, взяли и получили штуки. Это маленький момент. Но главное же не в этом. А главная задача стратегическая Запада – это захватить наши активы, самые ценные. Это у них было, это есть и это будет, понимаете? И, конечно, вот это очень чреватая ситуация тем, что они с помощью санкций могут вынудить и другие компании, и металлургические, и прочие, и банковские компании, которые уже частично или, так сказать, в значительной мере находятся под их контролем, они могут их перевести. Денис Андреевич, вот программное требование КПРФ – это национализация ключевых отраслей экономики. Мы об этом говорим постоянно. На мой взгляд, абсолютно справедливо. Чем дальше, тем справедливее. Но как вы считаете, насколько сейчас это реализуемо? Не опоздали мы с этим? Нет, ну, понимаете, постановка вопроса, опоздали или нет, она может нас очень далеко увести и свести все к разговору о причинах развала Советского Союза. Наверное, сейчас не стоит в это уходить. Если берем реальную ситуацию сейчас, то нужно понимать, что, безусловно, в национальных и государственных интересах провести масштабную национализацию, по крайней мере, ключевых отраслей, в том числе и торговли, и банковской сферы, и управлять всем этим, самое главное, недостаточно просто передать собственность. Ярлыки на бирже перевешиваются каждый день по сто раз. Важно еще и управлять этой, собственно, не на рыночных критериях успеха, а исключительно исходя из, скажем так, социальной ориентации вашей экономики. Вот тогда она у вас будет давать совсем другой результат. Ну, это сейчас возможно. В нынешних условиях масштабная национализация с той командой, которая находится у рычагов управления, невозможна, потому что это будет против интересов бизнеса. Точно так же, как невозможно с этой командой и плановое управление. Нужно понимать, что для них это зло еще более худшее, чем национализация. Потому что одно дело, еще раз говорю, передать государству, там можно потом как-то опосредованно все равно, чтобы хорошие люди получали, да, там какой-то барыш с этого. А плановое управление нет. Это для них неприемлемо категорически. Поэтому, исходя из текущего момента на сегодняшний день, это невозможно. Другой вопрос, что задача всех здоровых политических сил, да, и той части общественности, которая небезразлична, своя судьба, свое будущее, да, это поддерживает те идеи, которые мы выдвигаем. Это не потому, что мы там коммунисты такие хорошие, да, потому что это единственное спасение для России, ну, на даже недолгосрочную, на среднесрочную перспективу. Мы видим, как сейчас обстановка обостряется, и, собственно, можно ожидать, что в ближайшие годы запросто может произойти просто вообще коллапс всего, что сейчас кажется таким устойчивым и стабильным. Вот, именно поэтому общественность должна осознать свою роль в борьбе за смену социально-экономического курса, а вообще желательно и строя. Дмитрий Анатольевич, вот наши власти, они любят приватизировать советское наследие. А почему в этой системе не создается ничего нового? Ну, построите свои заводы и приватизируйте их. А зачем? Если у вас задача что-то производить, тогда ваш вопрос обеет смысл. В вашей же студии, помните, депутат говорил, что он спросил министра, как с производством, ему сказали повышение уровня жизни, импорт провоцирует. Это значит, что люди изначально задачу производить просто не ставят. Ну, вот есть эти советские заводы, куда от них деваться? Не взрывать же, так хоть приватизировать. А развивать экономику, как реальную экономику, никто не собирался, начиная от Гайдара, к власти пришли люди, которые искренне считали, что экономика – это пачка денег. Зачем им эти все заводы? Туда что-то вкладывать надо, этим надо заниматься. Это все не унесешь. Нужны деньги. Гайдар же вообще, помните, предлагал золотой запас продать, потому что его хранить надо, на это надо деньги тратить. А взять доллары, вложить их в американские банки, еще прибыль получать. Вот в этом их логика, да? И она идет не сейчас. Вот единственное, с чем я с коллегами не согласен, мы не тогда совершили ошибку, когда пошла приватизация. Ошибка была совершена в августе 1991-го. И вот эту ошибку мы до сих пор реализуем. И эту ошибку совершил и ГКЧП. Потому что, как показывает китайский опыт, все это прекрасно, можно было тоже взять под контроль. У них же тоже была такая попытка. Евгений Юрьевич, на Ваш взгляд, если действительно правительство, вдруг власти, вдруг и какая-то новая система появится, займутся широкомасштабной национализацией, нас постоянно пугают, что это чревато чуть ли не гражданской войной. На Ваш взгляд, насколько серьезное сопротивление это встретит? И как поведут себя западные партнеры? Вот я считаю, например, раз уж мы взяли, например, ГКЧП, что они отнеслись бы абсолютно с пониманием, и сказали бы, с этими ребятами можно иметь дело. Понимаете, в чем дело? Не так часто в публичном эфире приходится обсуждать конкретные технологии вооруженного противостояния. Но должен вам заметить, что у крупного капитала конкретного Российской Федерации, несмотря на 25 лет его успешного развития и роста, реальных силовых ресурсов не так много. За деньги силу. Ну, не то чтобы не купишь, но есть разница между регулярной армией и бандой. Разница не в наличии формы, знаков различий, типовых табельных систем на вооружении. Разница в менталитете. Поэтому, условно говоря, рота регулярных войск совершенно спокойно может гонять целую дивизию пана Грициана Таврического. А западные партнеры? А западные партнеры. Им для этого надо сюда вводить войска. А насколько это вероятно? В принципе, один из наиболее широко обсуждаемых в узких кругах вопрос – это каким образом легализовать интервенцию здесь. Попросит какая-то часть общества. Ну, это же было в 1993 году. Конкретно обсуждался вопрос, что мы вас поддержим. Мы ядерные объекты под охрану возьмем, потому что, не дай бог, эти кровавые коммунисты захватят атомную бомбу и будут махать ей, как Хрущев, ботинком по трибуне. Это же обсуждалось абсолютно серьезно и не очень даже скрывалось. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я задам всем один и тот же вопрос. Просьба отвечать, как всегда, кратко. Дмитрий Анатольевич, что нам надо делать, чтобы наши стратегические активы оставались всегда в руках государства и работали в интересах страны? Ну, во-первых, оставить их в руках государства. А во-вторых, начинать, наконец, спрашивать тех, кто ими управляет, результаты, а не процесс. Потому что у нас все время мы решаем какие-то дорожные карты. А пора бы уже посмотреть, а что, собственно, там происходит в самой экономике. Георгий Николаевич. Мне представляется, что вот этот казус Дерипаски, он как раз позволяет выдвинуть, как актуальнейшую задачу сейчас, национализации как раз вот этих стратегических активов, которые находятся под угрозой. Понимаете? Это очень важная вещь. Здесь надо прямо сказать, что мы не призываем к безвозмездной, так сказать, аннексии этих активов. Национализация с выкупом, с компенсацией. Все равно это будет полезно для государства. И, кстати говоря, это и не против их интересов, потому что что они продадут их, так сказать, акции как-то так и так, так лучше продайте государству. Это же с компенсацией. Естественно, лучше передать нашему государству, чем американскому. Вот этот вопрос, мне кажется, сейчас должен быть выдвинут на передний план. И основание для этого дает вот этот Дерипаск. Евгений Юрьевич. Нет, ну, я бы посмотрел бы все-таки вооруженным глазом и сверху. Все-таки надо иметь в виду, что помимо наших внутренних проблем, национализации, приватизации и все такое, в мире ровно та же ситуация, только хуже. И проблема западных хозяев, которые здесь, в общем, играют в шахматы, пешку сюда, у них внутри проблемы грандиозные, им некуда развиваться. Та идея, которая внутри западного проекта, она умерла. Более того, она уже пахнет. И поэтому основная задача у нас в стране – это не игры в собственность, о восстановлении субъектности, потому что, когда западный проект, вот вся эта глобальная система управления мировой экономикой через финансы рухнет, должна быть концепция, как нам из этой ситуации выходить. Не только кластеризацию, то есть поделить нас на валютные зоны, которые будут жрать вот то, что осталось, а предложить какой-то концепт. И это может сделать даже Россия. Денис Андреевич. Задача минимума – добиться от действующей системы хотя бы частичного пересмотра того подхода, который они реализуют сейчас, и проявить все-таки хотя бы каплю политической воли, чтобы сохранить хотя бы действующую обстановку и не допустить ее ухудшений. Для этого могут подойти, скажем так, определенные результаты голосования на выборах, которые будут в этом году. А задача максимума – это, конечно, отодвинуть правящий класс олигархии от рычагов управления страной. Для этого, помимо голосования, нужно еще и массовое действие. На митинг, как на работу. С этого все начинается. Я думаю, наши предки тысячу лет создавали на наших государствах совсем не для того, чтобы какие-то скромные люди продавали родину до еще нижней себестоимости. А с вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова